Что я первый человек на планете Земля, которая людям дала свободу. Давайте покурим. Куда ты собралась? Вот здесь я покурю рядом. Самая основная моя фишка – это экспертность. Мы сегодня сделаем разбор и поймем, что с твоей мамой. Давай сейчас это посмотрим на твоем разборе. Например, вот задавай вопрос. Что тебя беспокоит? Ты все время хочешь узнать, что меня… Например, вот тебе на какой ты хочешь найти ответ вопрос? Да что ты спрашиваешь? Я считаю себя уникальной. Я только что завершил работу над этим выпуском и решил записать вступительное слово. Если вы занимаетесь продажами тарелок, и тарелка – это то, что можно потрогать, что можно применять, почувствовать ее, то в данном случае нет необходимости заставлять себя использовать какой-то высший пилотаж продающих механизмов. Правда, косвенных внушений в них и так далее. Но если вы продаете воздух в тарелке, вам необходимо плести миф. Рассказывать о том, как кванты, благодаря квантовой физике, кварково позволяют этому воздуху фокусироваться в пузыре для того, чтобы проникать в поры вашей кожи и создавать там необходимые изменения, чтобы вы перестали саботировать деньги и разблокировали ваши эмоции. И благодаря этому мифу, получается, вы продаете не просто тарелку, а геокварковую тарелкость, позволяющую вам работать с квантами для разблокирования эмоций. И чтобы вы перестали саботировать не только деньги. Ну так вот, и в данном случае эту тарелку уже можно продать не за 100 рублей, а даже и за 100 тысяч рублей, когда необходимый миф уже впаян в голову потенциального клиента, который вызывает у него необходимость сказать, ну куда мне нести деньги. И вот здесь, учитывая, что Инна продает геокварковость и тарелковость благодаря квантовой физике, чтобы разблокировать эмоции, и я считаю, что могу предположить, что ее продукт является коммерчески успешным, Здесь в этом исследовании, в ее интервью у Алены Блин, я буду подчеркивать и подсвечивать, показывать именно вот эти элементы косвенных внушений в продажах, которые очень даже органично, плавно вытекают из ее уст и в ее подаче. Я приглашаю вас здесь не быть тем, кто обвиняет происходящее, делит на плохое или хорошее. Я приглашаю вас быть исследователями, потому что речь это поведение, и задача речи повлиять на поведение другого человека, чтобы он что-то не делал или чтобы он что-то делал. И вот здесь задача, когда перед вами стоит продавать пиксели на экране и звуковые волны, которые достигают барабанных перепонок, и когда человек за это платит серьезные деньги, чтобы он еще и довольным остался при этом, необходимо для этого плести достаточно плотный рабочий миф. И вот о мифотворчестве будет идти здесь речь, чтобы человек, соединившись с геокварковой тарелкостью, почувствовал особенную связь с космосом и создавал изменения, которые позволят ему разблокировать эмоции, решить проблемы с проклятиями его рода и, наконец, жить счастливой жизнью. А это же гораздо дороже любых денег, правда? С вами Альберт Сафин на «Страже критического восприятия», о косвенных внушениях, в первую очередь, этот урок. Мы с вами, я приглашаю вас, не надо писать в комментариях и смеяться над Инной и прочее. Это прекрасный материал, который вместе мы с вами, исследуя, поднимаем на поверхность интересные и важные моменты, которые могут пригодиться. И не использовать в продажах манипулятивные жесткие стратегии. Не страшно, Инна, приходить было на интервью? Строжно, конечно. Конечно, страшно. Разве можно не доверять человеку, который признается в том, что ему страшно, признается в своей уязвимости? Это хитрый прием, который могут использовать и в публичных выступлениях. Даже когда спикер уверен на все сто процентов, он может начать выступление с того, знаете, это так волнительно перед вами сейчас выступать. Потому что как не доверять человеку, который сделал известным свое волнение и свои страхи? Рабочий прием. С одной стороны, разговор о себе во втором лице может быть просто дурной привычкой, которую человек не осознает. Но с другой стороны, это может быть и хорошим методом воздействия на собеседника. Например, Альберт, сколько будет 2 плюс 2? Ну, понимаешь, когда вот тебе задают такой вопрос, и ты даже не знаешь, что на это ответить. Ведь 2 плюс 2 не всегда так очевидно, какой ответ на этот вопрос. И ты вот сидишь в таком положении, не знаешь, что конкретно на этот вопрос ответить. И тебе становится, может быть, грустно. А вообще, как у вас дела и откуда вы пришли, и чем занимаетесь, рассказывайте. Я вам сейчас буду помогать. Так вот, очень важный момент, что собеседник уже и утрачивает нить повествования. Такой классный. Когда ты приходишь на интервью к профессионалу, да? А как я слышала, что ты суперпрофессионал номер один? Чем сильнее я боюсь своего собеседника, тем большее желание начинаю испытывать, закидывать его комплиментами. Но я же столько всего хорошего о вас сказал. Неужели после этого будете вы на меня давить? Поэтому ты самая лучшая, ты номер один. Это честь для меня быть здесь. Как же мне повезло, что вы меня пригласили. Ты интервьюер номер один. Ты самая классная, самая лучшая. Это двойное послание. Здесь между строк проговаривается. Неужели после сказанного мной выше? Неужели после всех этих комплиментов ты еще давить на меня будешь? Поэтому будь ко мне благосклонна. Я же уже столько хорошего о тебе сказала вслух. То чуть-чуть становится страшно, потому что... Как это воспримут? Потому что если бы я была просто Инна Тляшинова, это одно. Понимаете, в чем дело? Вот если бы я был бы просто Альбертом Сафиным, то это одно. Вот если бы я был просто человеком Альбертом Сафиным, это одно дело. Но учитывая, что я Альбертище, то здесь, конечно, не все так просто. Понимаете? Вот здесь гораздо сложнее. И вот здесь вы должны обязательно у меня спросить, а что же из себя представляет Альбертище? Как это воспримут? Потому что если бы я была просто Инна Тляшинова, это одно. Вот такие аккуратные инъекции, чтобы повышать собственную значимость, особенно в глазах людей, которые видят ее впервые. Это не просто какая-то девушка. Это какая-то особенно девушкища. А давай расскажем сначала, кто ты и почему я тебя пригласила к себе на интервью. Инна Тляшинова – это девушка, которая из деревни, как Ломоносов, дошла до Москвы, за год покорила Москву. Разве плохой человек будет говорить о Ломоносове? Если она знает, что существует такая фамилия, как Ломоносов, значит, ей точно доверять следует. Ну и кроме того, знаете, сценарий «Золушки» – она покорила Москву. Простой человек из маленькой далекой деревни приехал, пришел и показал, на что способен на самом деле. Как этому не доверять? Не доверять этому невозможно. Я хочу быть таким же, как она. Я хочу быть на нее похожим. Пожалуйста, покажи мне, как быть, как ты. Я тоже, как Ломоносов, я тоже покоряю Москву. Я хочу быть к этому ближе. Я хочу быть сопричастным к этому кругу особенных. Что мне для этого сделать? Я готов на что угодно. И стала обучать профессии психолог, мастер разборов. И не просто обучать. Я разработала свою методику. Я открыла, помню, впервые в жизни Инстаграм. Ну, как-то вот, знаешь, я почувствовала, что я стала осуждать этих людей. Чтобы входить в бессознательное масс, раскаленным ножом, как в масло, необходимо говорить им то, что они так хотят услышать. Это беспроигрышный древний рабочий прием. Я открыла эту социальную сеть. И вы знаете, я была недовольна. Это несправедливость. Как эти люди могут? Что они себе позволяют? Они ничтожество. Они перегибают палку. И я поняла, что так не должно больше продолжаться. Я негодовала по этому поводу. И я решила показать, что значит настоящее знание. И сделала свой курс, в который вы можете запрыгивать в последний вагон. Правда, если успеете, не обещаю, что вам места хватит. Поэтому вы, если не запрыгнете, то и дальше будете страдать вашей жизнью этой бестолковой. Так вот, видите, какие смыслы здесь проговариваются? Я открыла социальные сети. Увидела, сколько там разной дичи. И решила показать, как правильно. Разве после этого вы продолжаете мне не доверять? Видите, я же служу вам. Я же ради добра и справедливости. Которые обучают тому, как нужно жить. Я понимаю, что те советы, рекомендации, которые они дают, они как бы не помогут человеку. Просто останется неким знанием. 350 тысяч человек в прошлом году прошли бесплатные тренинги, онлайн-форматы. И 11 тысяч человек обучились профессионально в академии. У тебя есть профессиональное образование психолога? Конечно. У них четыре. Первое образование юридическое. Когда я его получала, я вот как тот Ломоносов, сначала даже из моей деревни. Меня уже тогда называли Ломоносов. Многократное повторение вот этой ассоциации. Я есть Ломоносов. Ломоносов есть я. Я как Ломоносов. И Ломоносовым меня называли тогда. Разве можно не доверять Ломоносову? Получается, разве можно не доверять мне? Я есть Ломоносов. И меня так называли давно. Я из деревни покорила Москву. Я как Ломоносов. Разве можно не доверять Ломоносову? Разве можно не доверять мне? Вот задача этого маневра речевого воздействия заключается в том, чтобы сделать такую связку в бессознательном у широкого зрителя «Она есть ломоносов». Потому что это был коммерческий вуз, и родители меня учили прямо из последних сил. То есть я прижала домой, спрашивала, где еда? Разве можно не доверять человеку, у которого было непростое детство? Училась на коммерческих основаниях в учебном заведении, родители платили деньги, дома есть было нечего, потому что все деньги уходили на платное обучение. Может быть, это так и было, дело не в этом. Дело именно в том, какие карты человек показывает, чтобы на что повлиять, чтобы на какие кнопки нажимать. И так же и здесь. Видите, какая трогательная история моей жизни, о которой, конечно, я думала, когда сюда шла, чтобы сделать ее известной, чтобы было невозможно мне не доверять. Разве можно не верить человеку, у которого было не самое простое детство и подростковый период тоже был не медом смазанный? И только потом, когда уже встал на ноги, родители сказали, что не хотели, чтобы не было чувства вины, им просто нечего было есть. Когда человек делает известными такие истории, это происходит не потому, что он такой искренний, делится историей своей жизни. Речь – это поведение, задача которого – повлиять на поведение другого человека. Всегда следует, когда вы слушаете речь другого человека, знаете, размышлять вот о чем. А на какое поведение такая речь меня провоцирует? Это очень важно отслеживать, воспринимать критически. У человека много может быть душесчипательных историй из детства, из взаимоотношений с родителями. Как правило, каждый из нас из детства, правда, из этой прекрасной страны чудес, которая бывает прекрасной по-разному. Но заставлять себя говорить какие-то душесчипательные подробности, как правило, это только лишь метод продаж. И мне предложили преподавать за койку места в общежитии, в общажке. Я первую раз в жизни жила в общежитии вместе с девочкой, которая работала юристом в тюрьме. И когда мне предложили работу в крупной корпорации, у меня прошла отбор. Спустя время я встречала студентов, они говорили, Инна, ты знаешь, ты изменила мою жизнь. Я вот стала любить, ходить в колледж. Разве можно не доверять человеку, который рассказывает, что спустя много лет встречает своих бывших студентов, и они говорят, Инна, спасибо тебе большое, ты изменила мою жизнь. Благодаря тебе я, наконец, начал жить и много полезного для себя извлек. Спасибо. Не исключено, что это так и есть. Может быть. Но здесь тема заключается в том, что человек делает известным, чтобы на какую кнопку своего зрителя нажимать. Обратите внимание, как напрямую и косвенно проговариваются ею внушения, которые вызывают желание нести деньги. Профессию юриста. И тогда вот у меня заложило зерно, что я крутой препод. Так получилось, что моим студентом в моей академии стал доктор медицинских наук, профессор, девушка. Разве можно не доверять человеку и не покупать ее услуги, если у нее даже доктора медицинских наук космического масштаба обучаются? Если уж они доверяют ей, то чем я тогда хуже? Поэтому, если у меня и были какие-то сомнения, я их быстро сейчас смету. Куда нести деньги? И она прошла обучение в академии и сказала мне, Инна, ты знаешь, мне кажется, тебе было бы здорово пойти в науку. Это тема диссертации? Да, да, да. То есть у меня два направления. Сейчас у меня еще есть время в кокус. Знаете, я тут проводил обучение для муравейника на опушке леса. И там один из муравьев, он был кандидатом кандидатов медицинско-физических наук третьего тысячелетия. И он мне говорит, Альберто, может быть, тебе тогда пойти в науку муравьенных ремесел? И я подумал, действительно, надо писать презентацию и диссертацию. Ну, понимаете, действительно, это на самом деле произошло. Да, 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 это так и было. Неужели вы думаете, я вас обманываю? Нет. Ну, конечно, это так и было. Да, да, да. Ну, честно, это было именно так. И вот, да. Вот, просто в моей академии я столкнулась с тем, что люди стали беременеть. Давай, мы про твою академию поговорим попозже. Вот такие микроинъекции. И, знаете, в моей академии я столкнулась с тем, что люди научили просто воскрешать мертвецов. Но про это сейчас говорить, конечно, не будем. А еще вот в моей академии люди начали беременеть. Ну, это, знаете, как-то даже я и не хотел, чтобы это происходило. Это само происходит. Видимо, знаете, удается мне так работать с людьми, потому что я выдающийся педагог. И даже кандидаты-кандидатов научно-медицинских наук у меня обучаются. И они даже беременнуют у меня. Начинают читать мысли, заниматься телекинезом, телепортацией. Но это как-то само я даже не знаю. И представьте, здесь, проговаривая вот такие инъекции, вот такие знаки и даже наглые намеки, что люди у меня воскрешают мертвецов, беременеют они даже. Если у слушателя эта тема выстрадана, он потратил много денег, времени, здоровья, и тщетно все это было и не сработало, он готов на что угодно пойти, лишь бы ухватиться за эту ниточку надежды и прийти. Но учитывая, что статистику никто не отменял, и сотни таких пришедших, может быть, у одного чисто статистически так произойдет конфигурация территории, что он забеременеет, надо будет обязательно задокументировать жирно и громко этот случай, кейс, чтобы подчеркивать, видите, какие чудеса у нас происходят, чтобы это очень опасный путь эксплуатировать эту слабость человеческую, имя которой надежда. Да, все образования у меня есть, я на самом деле очень умный человек, начитанный, образованный. Где-то, ты знаешь... Не исключено, но, как правило, мысль сказанная есть ложь. Как правило, последнее, что будет делать, уверенный в себе, образованный, начитанный человек, хотя тут еще есть много вопросов. Человек может владеть большим объемом информации, но не понимать ничего. Но это сейчас не про это, а вот последнее, что такой человек будет делать, это будет так об этом говорить. Вот эта мысль сказанная есть ложь. Последнее, что будет делать человек с умом в своем разуме и в черепной коробке, это кричать о том, что, ну я же умный человек, я же умный человек. Я тебе, может, попозже, если интересно, расскажу. Мне так не так обычно. Вот раньше я могла прочитать книгу и пересказать 2-3 страницы. Я была круглым отличником у себя. При чем тут 2-3 страницы? При чем тут прочитала книгу и могла пересказать? При чем тут была круглым отличником? А вот при чем? Видите, попытка забалтывать собеседника, Алену в данном случае, чтобы позволить ей не задавать какие-то вопросы, перехватив инициативу, вести эту беседу, забалтывать, забалтывать и забалтывать. А когда человек забалтывает уверенно, то, как правило, 8 слушателей из 10 и готовы сдать себя в аренду и внимательно слушать это забалтывание, хотя бы позволив себе таким образом, убаюкивая себя, отвлекаться от повседневности. То есть забалтывание, подобно киселю, в котором можно нырнуть, расслабиться, плотность которого поддерживает вес тела и есть возможность отвлечься от повседневного хаоса. Поэтому, как правило, люди ждут кого-то, кто будет их забалтывать. Ну и кроме того, это забалтывание еще здесь, без причинно-следственной связи и логики, просто метания слов, это как момент, что прислушивается к происходящему, пытается взять под контроль происходящее, но страх никто не отменял. А, как правило, тот человек, кто лукавит, не может не бояться. Хорошо, кто тогда инфо-цыгане? Кто такие инфо-цыгане? Ален, кто такие инфо-цыгане? Я у тебя хочу спросить. Ну, на мой взгляд, это немножко надуманное название инфо-цыганство. Академии в своих методах, известный совершенно метод разборов Хеллингера. Это, кажется, на первый взгляд. Два приема здесь универсальных мы слышим, они могут быть полезными. Смотрите, приемы, о которых мы говорим, они подобны лопате. Это всего лишь инструмент. То, что вы делаете с помощью лопаты, определяется тем, какие у вас намерения, и что вы за человек. Ведь лопатой можно как и пальцы отрезать, и лопатой можно канавы выкапывать, чтобы мелиорацией, занимаясь, больше урожая собирать с участка. Правда? Поэтому здесь лопата – это всего лишь инструмент, как эти речевые приемы. Первый инструмент – это перехват инициативы. И когда вы немножко плывете и не знаете, как ответить на вопрос, можно этот же вопрос перенаправить собеседнику. И пока он думает, как на него ответить, вы плавно продумываете, что сказать в качестве ответа на этот вопрос. Альберт, сколько будет 2 плюс 2? Да, кстати, хороший вопрос. Вот как вы считаете, сколько будет 2 плюс 2? Это первый прием мы здесь услышали. И второй прием – это так кажется только лишь на первый взгляд. Альберт, судя по всему, волос у тебя на голове нет, правда? Но это кажется только лишь на первый взгляд. Если вы присмотритесь, то вы увидите, что здесь вместе с волосами есть геокварковые поля, которые позволяют швариться и шмариться пространство вокруг, соединившись с ним, читая мысли, занимаясь телекинезом, что мы и изучаем с выпускниками нашей Академии на третьей ступени. Но рассказывать об этом не буду. Если посчитаете нужно, можете сами прийти и узнать. Может быть, вам места хватит, но обещать не могу. То есть, видите, это так кажется лишь на первый взгляд. Альберт, судя по всему, ты не знаешь, сколько будет 2 плюс 2. Но это может сложиться такое впечатление лишь на первый взгляд. Если посмотреть глубже, то вы увидите, что на самом деле 2 плюс 2 – это не такой простой вопрос. И ответ здесь не так очевиден, как кажется на первый взгляд. Вот давайте возьмем его два пальца вот здесь и два пальца вот здесь. Если мы их с вами соединим, то сколько пальцев получится в итоге? Вот вы мне скажите, посчитайте, пожалуйста. Это я вам показал, как соединять эти два приема. То есть, это лишь кажется так на первый взгляд, а потом тот же самый вопрос адресовать своему собеседнику. Вот такие универсальные приемы. А о чем они для вас? Ключевым является замечать их применение против вас. Такое тоже может быть. И вот я улучшила метод, пожалуйста, назвала его мастера сборов, покупайте, да? И действительно, на первый взгляд может показаться, что… Эти приемы не являются приемами, которые человек проговаривает случайно, спонтанно, когда ведет беседу. Это отработанные приемы, человек их многократно тренирует для того, чтобы их, используя, обрабатывать типичные возражения. Я просто делаю то лучшее, что помогло мне, и это стало очень популярным. Тебе виднее, я не покупаю продукты у инфо-цыган, потому что, когда ты обладаешь уникальными знаниями, как я, ты не можешь ими не делиться. Давай, в чем уникальность? Мне интересно, в чем уникальность? Я тебе расскажу, так как я чувствую. Я почему фиксирую ваше внимание вот на этих инъекциях? Потому что главная призма, сквозь которую приглашаю вас я воспринимать этот выпуск, это продажи, которые выполняет здесь Инна. Смотрите, если вы в стакан, в котором есть вода, но вода не до краев, то есть стакан не наполнен водой до краев полностью, будете класть по одному камушку, раз камушек, два камушек и так далее, камушек за камушком, настанет такой момент, когда вода начнет вытекать за края. И в этот момент времени человек несет с благодарностью ей свои деньги. И вот когда происходит этот процесс, когда она накладывает в стакан эти камушки, вот такими инъекциями, но знаешь, когда вот человек такой, как я, наполнен уникальными знаниями, то я тебе сейчас, конечно, все расскажу. Ну и кроме того, улыбка сейчас, обратите внимание, я тебе сейчас все расскажу, как я чувствую, чтобы такое тебе сказать, чтобы ты от меня отстала, Алена. Я увидела, что нашла алгоритмы у себя в компании, почему люди саботируют деньги. И стала при помощи... Саботируют деньги? Да, да, да. Что ты вкладываешь в это понятие? Да не важно, что я вкладываю в это понятие. Я требую от себя необходимость пробрасывать такие внушения. У меня люди беременеют. У меня люди решают проблему с деньгами. У меня люди становятся востребованными, успешными, и даже с сексом у них все в порядке. Нужно вот давить на эти видосохраняющие значения функции в теле человека. Потому что когда бьете вы на широкую массу, на широкого зрителя, когда продаете пиксели в экране телефона или на мониторе, когда нет никаких трений, связанных с продажей, потому что это всего лишь килобайты информации, то тогда есть необходимость как можно более громкой и наглой делать ложь. Вы заработаете много денег. У вас, наконец, будет стоять. Вы сможете родить. Вы будете счастливы. Вот именно такие лозунги громкие, крикливые должны быть, аккуратно впаиваться. Ну, у меня технология сработала, когда люди саботируют деньги. Ну, то есть, понимаете, между строк, если вы придете ко мне и пройдете мой курс, то тогда у вас проблем с деньгами не будет. У вас будет их так много, что даже будете пользоваться ими вместо туалетной бумаги. Но, знаете, это даже не самый выдающийся результат. Бывает и лучше. Заставлять не буду. А если хотите остаться без денег, то тогда что я могу поделать? Ну, значит, вот так вот. То есть, необходимо впаивать такие инъекции. Рождение детей. С сексом будет все в порядке. Денег у вас будет много. Чтобы вот на инстинктивную составляющую зрителя давить, чтобы даже если он и не доверял бы ей, но на всякий случай обратился, а вдруг реально поможет. Но у себя, я понимаю, что с этой мыслью не согласятся 80% человек. Они напишут в комментариях, что ты вот лишнего говоришь, я хочу денег. Тоже своего рода упреждающий удар. Знаете, вот у меня люди спрашивают, сколько будет 2 плюс 2. А я сейчас скажу, но я уже заранее могу сказать, что люди в комментариях напишут, Альберт, ты что дурак, что ли, не знаешь, сколько будет 2 плюс 2. Я уже к этому готов, потому что 90% зрителей так и скажут. Но они просто не понимают, что здесь ситуация гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Ну, конечно, 2 плюс 2 – это 7,5. Тема заключается в том, что не бывает плохих или хороших приемов, а очень важно просто-напросто эти приемы отслеживать. Как я могу саботировать деньги? Они останутся в старой парадигме. То есть, когда ты уже ищешь, ты хочешь классный контент, включи Алена Блин и Триошинова, и пересмотри 5 раз и услышь то, что я хочу тебе донести. Да, вот прям 5 раз. Здесь 2 важных момента. Во-первых, косвенное внушение. Вот захочешь классный контент, включи интервью Алена Блин и я, и посмотри его 5 раз, и ты каждый раз будешь слышать что-то новое, тебе это будет нравиться, и ты перестанешь саботировать деньги и станешь счастливым. Вау, это так классно. И вы можете думать, ну неужели, услышав такое, кто-то будет 5 раз пересматривать, а я вам скажу – будет. Смотрите, человек – существо внушаемое. И если вы думаете, что человек способен думать рационально, трезво, оценивать факты, работать с вероятностями, может быть, человек и может так делать, но это исключение из правил. Если вы будете сеять такого рода внушения, то обязательно будут находиться и те, кто реально 5 раз будут пересматривать, чтобы завершить начатый этот процесс, приняв это семя, которое не может не давать потом соответствующие плоды в виде того, что человек завершает свой пятый просмотр. Поэтому, видите, здесь как много вот таких вот внушений на необходимости следовать за ней, вербовочного характера звучит, чем и определяется ее коммерческая успешность, насколько я понимаю. То есть мы рассматриваем ее сейчас как продавца, который вербует своих клиентов и создает у них иллюзию, что вот если они узнают поподробнее, что там происходит, то тогда вот они счастливыми, богатыми станут и перестанут саботировать деньги. Большинство людей просто саботируют деньги. Очень простой аргумент. Нашу реальность уже ученые доказали, что… Если человек сам не до конца понимает, что говорит, аргументов у него недостаточно, но он боится быть разоблаченным и в то же время понимает, что работает с мамонтовой аудиторией, которая и обманываться рада, он может добавлять в свою речь такие ключевые слова. Ну, понятно, уже ученые доказали. Но что я вам буду это объяснять? Ученые давно это уже доказали. Не, ну я что вам буду это объяснять? Ученые-то доказали. Ну так вот, чтобы перестать саботировать деньги, вот что необходимо сделать. Но вот ученые уже давно это доказали. Прежде чем мы осознаем какое-то решение, мы изначально принимаем его неосознанно. То есть вот импульсы рассчитали. Говорить о чем-то в третьем лице и множественном числе – это значит накрывать собеседника клупаком. Ему будет в данном случае сложнее не ассоциировать, проговариваемое с собой. Ну, понимаете, вот когда мы с вами приходим после длинного рабочего дня домой, чувствуя радость от сделанного дела, и каждый из нас находится в ожидании отдыха, который ждет нас, и тогда каждый из нас начинает чувствовать, что мы просто саботируем деньги и не живем так, как заслуживаем по-настоящему. И поэтому необходимо саботировать деньги, перестать и, наконец, забеременеть. И каждый из нас об этом знает. Вот мы так с вами и живем. То есть о чем-то рассказывать через «мы», чтобы особенно доверчивым и внушаемым людям было сложнее не ассоциировать с собою то, о чем идет речь. И именно самые доверчивые и внушаемые и готовы нести деньги в обмен на надежду, что сейчас-то жизнь поменяется. Нет, я не пробовала. Боже мой, а как ты будешь сравнить? Я просто хотела тебе... Ну вот наверняка я сейчас попрошу у вас деньги в долг, и вы обязательно мне их дадите. Нет, не дам. Боже мой, ну как после этого вы можете называть меня своим другом? Ты увидела, что расстановки стоят пять тысяч рублей, Лешенова берет миллион. Миллион. И я хочу понять, в чем их уникальность, почему это... Вот эти цифры тоже неспроста проговариваются. Таким образом, в зрителя впаивается следующая мысль. А, ну они стоят пять тысяч, за обучение я дам. Ну давайте представим, двадцать. Это получается, я потом четырем лохом окажу эти услуги, и я уже отобью обучение, и у меня все остальное будет идти в плюс. Ну если они обычно стоят пять тысяч, а вот у нее они миллион, то тогда я смогу продавать и за десять, и легко, может и за двадцать. А если две за день продам, то уже и все сорок получаются. Хам, неплохо. А люди глупые, они верят в то, во что хотят верить, и чем сильнее человек во что-то верить хочет, тем сложнее ему в это не верить. Он может добровольно даже и понимать, что здесь что-то не то, но тяга верить в желаемое настолько непреодолима, что люди добровольно в различные пирамиды несут свои деньги, надеясь, что вот они много-много заработают, а все вокруг идиоты. Ну так вот, а также здесь, видите, ага, ну они пять тысяч стоят, у нее миллион, ну значит за семь я точно продам, а если две за день продам, то уже четырнадцать тысяч рублев за день. И на фоне этих четырнадцати тысяч рублев, даже двадцать тысяч за обучение или тридцать, ерунда какая-то, ну ничего страшного, за два дня отобью. Видите, тоже вот этот прием рассчитан на широкую массу, которая хочет верить, которая верит в то, во что верить хочет. Сейчас я начну денежки зарабатывать. А там какие услуги вообще вторично? Расскажи, как бабку-то рубить. У меня есть тринадцать тысяч выпускников, которые берут абсолютно небольшие деньги, не подешевле, а значительно меньше. Подожди, ты переводишь совершенно в другое. Ты просто не хочешь отвечать, неудобно тебе, ты хочешь вести беседу? Иногда они переигрывают, судя по всему, они снимают это интервью вот-вот, когда вышел выпуск Ксения Собчак и Елена Блиновская, и, может быть, обсудили. Давай я буду тебя оскорблять, ты будешь оскорблять меня в ответ, будем друг другу перекликивать и рассказывать, что сейчас вот в роже будем плевать. Иногда видно, что они переигрывают и разыгрывают эти юморески, но, знаете, в любой шутке или же доля шутки, потом они забывают о том, о чем договорились, как вот гиперболизировать и утрировать происходящее здесь. И на поверхность прорываются вот эти интересные приемы продаж в исполнении Инны. Помните, да? Моя задача здесь сделать учебный материал, чтобы показывать вам, что значит скрытые приемы, так сказать, продаж, как создать такие условия, чтобы человек с радостью платил за дырку от бублика или за воздух в тарелке? Так как ты чувствуешь. Потому что ты у меня на интервью, а не я у тебя. Ален, вот я тебе сегодня сделаю разбор, да, если ты согласишься. Это еще не факт, что я соглашусь. Конечно, не факт, да. У тебя же лучше расстановку падешь за тысячу рублей сделаешь. Но когда я столкнулась с угрозой своей жизни, что я понимала, что я могу умереть, я поняла, что мне очень хочется, чтобы люди тоже знали ответы на эти вопросы. И я передала знания, обучила. Также сильнейшим приемом продаж являются разговоры о миссии. Какая-то личная, важная миссия. Знаете, был такой период в моей жизни, когда я буквально был на краю пропасти. И риск того, что вороны начнут вить гнездо на моем затылке, стремился к ста процентам. И тогда я подумал, что мне необходимо взять этот огонь с небес и дать простым людям. Потому что есть риск, что они не смогут больше никогда с этим огнем согреть свои замерзшие тела и души. И это и было тем, что смотивировало меня когда-то этот огонь этим простым людям дать. Чтобы дать возможность им согреваться, читать мысли, воскрешать мертвых, рожать детей и телепортироваться. Вот такая вот у меня миссия. Потому что я считаю, это гораздо важнее всего остального, что в жизни есть. И может быть, это гораздо важнее жизни. Знаете, коварство заключается в том, что человек так глагольствующий может сначала притворяться, а потом действительно может считать, что он особенный. То есть, что я даю и почему, когда ты называешь меня инфо-цыганкой, мне хочется не только плюнуть тебе в лицо, мне хочется стульчик из твоих... Но вот здесь уже дурачиться, цитируя других людей. Это фразы из интервью Блиновской у Ксении Собчак. Это подобно красной тряпке для быка. То есть, фокус. Показывать, что вот здесь что-то интересное происходит, посмотрите на мою правую руку. В то время как левой рукой необходимые манипуляции происходят. И вот моя задача подсвечивать не очевидное то, что вот в правой руке, а именно скрытое то, что левой рукой происходит, когда человек думает, что его внимание должно быть на правой руке, не замечая, как левой рукой незаметно у него вытягивают кошелек из кармана. Поэтому вот эти вот оценки, они преимущественно приковывают внимание зрителя к себе. Меня же интересует менее наблюдаемое сознательно, но в то же время то, что воздействует на бессознательную часть. И поэтому эти тонкие приемы я подчеркивал выше и далее подчеркивать буду. Почему ты такая сука? Просто я не понимаю. Будешь меня обзывать, выгоню. Да, пожалуйста. Ну ты сука, блин. Что такое все-таки разбор? Это что? Это про жилье на МРТ. Вот человек приходит к доктору. Использование метафор тоже сильный прием и для продаж, и вообще в целом для воздействия. Ну вот в качестве примера. А вот скажите, а ваши услуги что из себя представляют? Хорошо, но вот представьте, представьте пустыню, высохшая почва, где деревья, да, представьте, они там уже рискуют превратиться в труху. И вот наша услуга – это долгожданный дождь, который, наконец, выливается влагой живительной и вдыхает жизнь в эти уже почти превратившиеся в труху древесинки. Вот. А хотите ли вы быть вот таким высохшим деревом? Или вы хотите быть полным здоровья деревом? Это, конечно, от вас зависит. Но вот наша услуга – это воскрешать вот такие деревья и давать возможность им, их корневой системой, впитывать в себя влагу, минералы из почвы и, наконец, дышать полной грудью. Представили, да? А давайте теперь я расскажу вам, как это подробно происходит, из каких шагов состоит наша работа с клиентами, чтобы, наконец, они жили счастливо и прекратили саботировать деньги. Да, вот почему использование метафор и образов сильно работает. Потому что метафоры, образы, они запускают создание образа в воображении, который не может не сопровождаться эмоциями. И в то время, как память вашего собеседника или потенциального клиента слова может забыть, эмоции в теле останутся. Ах, вот кому надо идти за этой живительной влагой. И вот так же и здесь. Ну вот наши разборы, представь, это МРТ. То есть вы не знаете, у вас что-то болит, но вы не понимаете, почему и что. И вы приходите на МРТ, и вам делают обследование, и вы понимаете точечно, с чем необходимо работать. И мы тоже это понимаем, начинаем с этим работать. А ведь как много людей имеют проблемы, потому что не поняли, в чем причина. А мы позволяем понять причину. Вы же хотите избавиться от вашего недуга и перестать саботировать деньги. Вот мы вам поможем. Мы такое МРТ и сделаем. А где бы сейчас был человек без этих научных открытий, спрошу я вас. То-то. Вот, использование образов, метафор, которые запускают образы в воображении, которые оставляют соответствующую эмоцию, потом к которой человек не может не возвращаться. Проще на примере. Давай на примере. Он приходит к доктору, говорит, у меня болит спина. Для того, чтобы вылечить спину, нужно понять причину. МРТ ему делает, да, он сдает анализы. Здесь то же самое. Человек приходит к мастеру, к студенту, к выпускнику, и говорит, у меня не складывается отношение. Я не могу забеременеть. У меня какой-то симптом со здоровьем. Здесь необходимо перечислять возможные проблемы в жизни человека, чтобы попасть в его боль, потому что когда человек слышит наболевшую свою какую-то проблему из уст другого, и у него формируется иллюзия, что здесь мне в действительности помогут, то тогда он не может уже и не обращаться. У него внутренне рождаются мысли. Да, здесь мне помогут. Если лень перечислять эти проблемы, которые они словно решают, можно сказать, и тогда у человека, у которого есть какие-то, может быть, проблемы. Ну, например, не может забеременеть, проблемы во взаимоотношениях, в опорно-двигательном аппарате, какие-то симптомы по здоровью, которые оставляют желать лучшего. Ну, или вообще что-то в жизни у него не клеится, деньги он саботирует, у него их недостаточно. Но вообще, честно говоря, нет таких проблем, которые мы не решаем. Мы решаем все. Понимаете, мы же работаем на широкие массы, поэтому необходимо все проблемы решать, чтобы конвертировать из потенциального клиента в реального клиента каждого. У меня нет предназначения, могу найти, у меня нет личной жизни. И это симптом такой же, как и для доктора болит спина. В этом огромное отличие от марафонов, да? Сейчас мы поговорим про марафон. От марафонов и разборов. Использовать пространство для усиления воздействия тоже стандартный рабочий прием. Но смотрите, есть вот наша услуга, которая позволяет вам, наконец, чувствовать себя прекрасно, избавиться от проблем, перестать саботировать деньги и рожать детей пачками. А есть какие-то другие услуги, о которых даже говорить не хочется. Ну, какой смысл тратить на них свое время? Они оставляют желать лучшего. Давайте оставим их для дурачков. А есть наша услуга. Видите? Своего рода маркирование происходит и эмоциональное, и пространственное. А человек – совокупность его условных рефлексов. Заражение эмоционально никто не отменял. Древний рабочий прием. Альберт, что ты думаешь по поводу разборов Инны? Они прекрасны! И это что-то такое волшебное, что позволяет вам поменять свою жизнь на до и после и чувствовать радость. Вот они. Это то, что действительно работает. Федор, а что ты думаешь по поводу услуги от Кати Стаканчиковой, которая занимается геокварковыми тарелками? Ну, это вообще ничего особенного. Это совершенно не помогает ни с чем справиться. Бессмысленная трата времени. Ну, решать, конечно, вам. Да, видите, я сейчас показываю вот, и ну вот, ничего особенного. Конечно, это была сценка в качестве демонстрации. Рабочий древний прием можно даже без репетиции его использовать. То есть, что такое марафон или медитация или аффирмация? Это когда ты сам себе через осознавание чего-то через осознавание чего-то происходит что-то, что как-то оказывает некоторое влияние каким-то образом достаточно определенным и конкретным, хочу сказать я вам, без чего нечто важное просто-напросто не начнет происходить вот этим самым образом. Вот так вот конкретно и определенно. Знаете, нету менее конкретного слова, чем слово конкретно. И нет менее определенного слова, чем слово определенно. Поэтому как-то и что-то где-то и когда-то у кого-то навязываешь какую-то идею, например, все будет хорошо. Потому что никто не работает с причинами, с корнями. Противопоставление себя другим. Никто не делает так, как делаем мы. Мы делаем вот так. И никто не делает вот так. Они работают ну вот так вот. Поэтому о чем с ними вообще разговаривать? Есть какие-то они, а есть мы. Ассистенты почему? У нас есть несколько уровней. На первом уровне мы учим работать с ассистентами и это действительно очень похоже на расстановочные элементы. Так, записываю. Обучение включает в себя несколько уровней, да? А я думал просто сейчас приду и научусь, а там оказывается несколько уровней. Надеюсь они когда-нибудь закончатся. Да, еще как правило в продажах необходимо делать бесконечную услугу, бесконечное количество уровней с бесконечным повышением квалификации, с бесконечной возможностью привязывать к себе клиента, вызывая у него необходимость дополнительно покупать и покупать и в каждый раз добавлять. Это мы с вами изучили, но более подробно для того, чтобы не допускать ошибки и иметь преимущество, вы узнаете на следующей ступени. Не имейте ввиду, у нас их несколько, сейчас будет еще одна, потом еще одна, потом еще одна, что тоже аккуратненько впаивается и в этот разговор. Ну вот у нас несколько ступеней, конечно, сначала вот так, потом вот так, а потом вот так. Где денег можно больше отжать? Ну это твои выводы. Пожалуйста, вот говори свой запрос, а я тебе скажу, как это будет. Я пока еще не готова их сформулировать, я хочу просто понять, как дальше происходит. Человек пришел с запросом. Продолжение попыток заставить Алену стать ее клиенткой. Смотрите, если я хожу по вокзалу и у меня задача зачистить значит там обывателей и оставить их без денег, просто так они мне кошельки свои не отдадут, необходимо у тебя, видимо, какие-то проблемы в жизни происходят. Но я вижу это по твоим глазам. Но вот ты сейчас улыбаешься, но на самом деле тебе очень грустно, судя по всему. Видимо, что-то тебя заботит. Рассказывай, в чем дело. Я сейчас тебе поклядую и скажу тебе, что тебе нужно сделать, чтобы от проблемы избавиться. Если мне скажут в ответ на это пошла вон отсюда, то в этом случае мне будет посложнее лопатник вытащить. А если да, знаете, вот у меня есть такая проблема, все, на ухо я присел. Это лишь вопрос времени, что деньги мне отдадут. Поэтому необходимо сделать собеседника клиентом, чтобы заставить его плакаться, чтобы потом он спасибо сказал, когда ему мы скажем, все у вас будет хорошо. Но это не точно. Здесь все не просто нужно погадать. Давайте посмотрим, какая сейчас ситуация на карте, на небе, на звездах. Но я вам помогу, не переживайте. Знаете, вам очень повезло, что вы меня сейчас повстречали. Но повезло не всем. Понимаешь, не всем повезло. И люди, которые, но большинство здесь проблем, потому что заблокированы эмоции, у нас нет контакта с собой. Например, вот задавай вопрос, что тебя беспокоит? Вот тебя лично. Ты все время хочешь узнать, что я делаю, то, чему я обучаюсь, основывается на квантовой механике. Если внимательно почитать. Понимаете, все, что я делаю, основано на геокварковости воздушных пузырей. Вот на первый взгляд кажется, что у меня в ладони здесь ничего нет, но здесь геокварковый воздушный пузырь я начинаю ощущать кончиками своих пальцев. С одной стороны кажется, что это пустота, но с другой стороны, если вы присмотритесь поглубже, вы увидите, что целый мир заключен в этом геокварковом воздушном пузыре. И рассказывайте, какие у вас проблемы в жизни. Даже, знаете, можете не говорить, я буду всматриваться в этот пузырь и предполагать, что вас на самом деле в жизни заботит. Вижу, что у вас есть проблемы в отношениях, в отношениях с собой. Вижу, что вы саботируете деньги и вижу, что у вас заблокированы эмоции. Вот мой кварковый воздушный пузырь говорит о том, что еще есть такие проблемы, которые вы даже не замечаете в вашей жизни, но они на самом деле есть. Но будьте спокойны, все в порядке, мы с этим разберемся. Я базируюсь на кварковости воздушных пузырей, если вы немножко о них почитаете, то вы сами поймете, насколько же это очевидно. Но, как правило, никто ничего читать про кварковость воздушных пузырей и не будет, на этом ставка. Но использование каких-то умных слов типа квантовой физики является необходимым, чтобы создавать иллюзию экспертности. Если бы ты почитал не про расстановки и квантовую механику, тебе проще было бы сегодня мне задавать вопросы, почему. В таких ситуациях, если вам захочется немного поэкспериментировать, вы можете сделать перехват инициативы. Каких конкретно ученых ты имеешь в виду? О каких конкретно работах ты сейчас говоришь? О каких исследованиях идет речь? И, скорее всего, ваш собеседник начнет плыть. Ой, я тебе так быстро не скажу, ты же знаешь, у меня с памятью проблемы, я у себя вот это фиксирую дома в тетрадочке и потом это изучаю и выношу выводы. Давай я тебе просто расскажу о выводах, которые я сделала, а про этих ученых, кварков, воздушных пузырей, это давай не сейчас. Ладно, что тебя грузить, все равно же не поймешь. Ты же журналист, Ален, ты себе позиционируешь номер один, я пришла узнать, вообще так это или нет, и я теперь понимаю, я начинаю сомневаться вообще в тебе полностью. Это разыгрываемые специально фразочки, чтобы ими отвлекая позволять не фиксировать слушателям их внимание на том, что является более важным и даже коварным, я бы сказал. Поэтому вот эти приколдесины, ну я надеюсь, ты же журналист номер один, не заставляй меня в этом сомневаться, ты же должна все-таки соответствовать этому статусу и в квантовой механике тоже должна разбираться, Аленушка, моя хорошая, птенчик, мой хороший пупсичек, вот, но это лишь, помните, я вам эту аналогию с фокусником показывал, в то время, как зритель будет негодовать, что это за приемчики она себе позволяет, еще и какой-то психологией занимается, это лишь отвлечение, ключевым является вот это впаиваемое внушение, которое я и подсвечиваю. В журналистике, видишь, тебе нога левая вперед, что это обозначает? Смотри, у тебя левая нога вперед. Я ждала, я ждала, у тебя? А мы сегодня сделаем разбор и поймем, что с твоей мамой. Давай, сейчас это посмотрим на твоем разборе. Это 350 тысяч человек, которые просмотрели бесплатные материалы, смогли наладить отношения, смогли выйти замуж. Сейчас вот спеццена, сегодня старт, ребята, выкупаете 19 тысяч рублей. То есть, если человек приходит, он покупает курс для себя, это не обучение разборов, он прорабатывается, делает себе мини-разборы, сам собой, закрывает глаза, проговаривает трансформационные фразы для того, чтобы... Если вам на улице подойдет человек и будет говорить такое, ты мне давай 19 с половиной тысяч рублей, а я тебе вот эти фразы вот на этом листке, видишь, написал, ты их читай, значит, будешь таким образом прорабатывать заблокированные эмоции, и все у тебя будет в жизни хорошо, и перестанешь саботировать деньги. Скорее всего, в такой ситуации вы покрутите пальцем у виска. Ты что, дурак, что ли? 19 тысяч 500 рублей за какой-то листок с бумажкой, с какими-то фразочками. Но если перед этим вы в банке с рассолом мариновались несколько часов и слушали про то, что эти кварковые пузыри сферические, соединившись с квантовой физикой, открывают поле пространства и возможностей, разблокируя при этом эмоции, и открывают у вас способность к телепатии, вы перестаете саботировать деньги, становитесь успешным, и рожаете детей, и выходите замуж, и женитесь, кстати, и все восстановится хорошо, то после этого, черт возьми, возьми мои деньги, дай же мне этот листок, я хочу читать эти фразы, чтобы они разблокировали мои эмоции. Ну, ладно, но только знайте, это лишь одна из ступеней, это вы еще пока не будете делать эти разборы для других, это пока вы для себя, а если вы хотите для других еще деньги на этом зарабатывать и быть успешным, но всего лишь два в день, это получается целых 10 тысяч рублей, то приходите, имейте в виду. Видите, какая удобная бизнес-модель, с одной стороны, клиентский формат, приходите и прорабатывайтесь, слово, этот глагол, проработать, такое коварное, в него можно все, что угодно впихать, правда? А с другой стороны, это приходите, зарабатывайте деньги на том, что будете прорабатывать других людей, которые тоже будут верить в сферического коня в вакууме, который разворачивается в квантовой повседневности и кварковом пузыре. Видите, для того, чтобы делать, ну, нести деньги здесь реально, настоящие, необходимо верить в этот миф, поэтому это интервью в том числе это лишь уплотнение мифа в воображении потенциального клиента, чтобы он стал уже не потенциальным, а реальным. Очень важно замечать плетение этих мифов, как паук плетет паутину, чтобы просто в нее не попадать. Но если уж вы в нее попадаете, в эту паутину, то уж получаете от этого удовольствие, в конце концов, распопали, либо держите себя на безопасном расстоянии. Высвободите эмоции, потому что в нашем подсознании к каждому фалику прикреплена эмоция. Если у тебя не денег, значит, к нейронам, которые отвечают... С чем еще приходят люди? Разводы, неудачи в личной жизни, отсутствие оргазма, как найти истинные желания твои, которые настоящие, не навязаны социумом, не навязаны марафонами, не навязаны еще кем-то. То есть у меня неприятная работа, я тебе честно скажу, потому что... Ну, ты знаешь, очень плохо, что в нашей стране принято осуждать успешных людей. Я работала на госслужбе, я занималась чиновниками. У них стало очень какое-то получаться. Они стали занимать должности, у них бизнес, расстрастаться. Колдовала просто. Ну, если ты меня научишь, Ален... Ну, если она работала с чиновниками, и у них начало получаться, благодаря работе с ней, в их высоко конкурентном деле, они начали продвигаться по службе и становиться более влиятельными, то у меня-то с отсутствующими оргазмами точно получится. И перестану и я саботировать деньги, и у меня-то с заблокированными эмоциями точно, значит, получится. Если у нее с этими людьми получилось, то тогда на старте ее деятельности, то у меня-то с моими маленькими проблемами точно все получится. Я успею, куда деньги нести. То, может быть, и есть такой способ, но я знаю, что есть самое лучшее, это разборы, то, чему я обучаю. Мастер разборов про, это очень крутая программа. Жизнь изменяется на 360 градусов, даже на 720, наверное. У тебя через раз-то повторяется, что вылечится бесплодие, что люди с онкозаболеваниями могут от них избавиться. Это же не просто так случилось в моей жизни. Если бы мне тогда сказали, что есть методика, которая поможет мне решить этот вопрос и сказать, чё? Стандартный прием для вербовки, вот в чем он заключается. Знаете, мои дорогие, если бы кто-нибудь мне сказал раньше, что кварковость этого воздушного пузыря позволит мне шмарить проблемы в моей жизни, вот так вот без необходимости что-то дополнительное делать, просто массируя его кончиками пальцев и чувствуя, как этот пузырь начинает проникать в поры моей кожи и наполнять меня энергией, я бы просто покрутил у виска пальцем и сказал, вы что, издеваетесь надо мной, это же не работает, но сейчас, когда прошло столько времени, я понимаю, что для того, чтобы избавиться от всех проблем и перестать саботировать деньги и чтобы разблокировать эмоции, достаточно просто шварить этот наполненный энергией пузырь, который квантами начинает решать те проблемы, которые в вашей жизни стоят. Поэтому имейте в виду, что у вас пока есть возможность присоединиться к нашему курсу, где мы будем изучать, как конструировать этот шваристый кусок пузыря, чтобы квантами с помощью него шеверить внутреннее напряжение. И еще, кроме того, обратите внимание, я сейчас ввожу различные новые ключевые слова для того, чтобы объект воздействия начинал мыслить в их критериях, в их категориях, чтобы ему было сложнее извлечь из этого мифа себя. Ты же не разбираешься в этом. А для того, чтобы мы и медициной пользовались, и психологией пользовались, и травушками пользовались, и водичку хорошую пили, и спортом занимались. Смотрите, в решении задач, которые связаны с блокированными эмоциями и саботажем денег, я не о том, что не надо пользоваться медициной, психологией, водичку пить нормальную, спортом заниматься. Это все имеет важное значение. Но также здесь необходим комплексный подход. И поэтому прислушиваться к кварковости происходящего в пузыре процесса, это является крайне важным. Для того, чтобы комплексно это все объединить и сделать это все рабочим, единым образом, чтобы систематическая работа происходила. А если вам все остальное не помогло, вдруг вам эта кварковость поможет этого пузыря, который квантами начинает пронизывать ваш организм и рождать самые лучшие изменения. Вот, имейте это в виду. Да, то есть использование уже неких текущих рабочих механизмов и аккуратно вбивать клином, впаивать в них свой уникальный метод пузыря. Чтобы мы все брали лучше, что мы люди умеем. и через полчаса разбора градусник 36,6 я нашла причину. Ого, получается, я силой мысли смогу лечить своих детей, сбивать их температуру и активизировать иммунные ресурсы для того, чтобы они справлялись с инфекциями. Ну, сколько интересно это стоит? Нет, ну, надо точно идти. Это получается, я смогу таким образом сбивать температуру и лечить людей на расстоянии. Надо же, какие способности у меня открываются. Да, и для этого вам необходимо не только уметь чувствовать пузырь, который кварками и квантами начинает распространяться в вашем теле. Вам еще понадобится геокварковая тарелка. Вот эта тарелковость геокварковости позволит вам, соединившись с необходимой энергией, начинать чувствовать мысли других людей, соединившись с их проблемами. Но в данном случае вот так вот надо. Но смотрите, имейте в виду, что это вторая ступень, и сразу я не знакомлю людей с геокварковыми тарелками, потому что для того, чтобы работать с ними, нужно сначала работать с малыми квантами. Ну, а то, что вы научитесь сбивать температуру других людей, это уже вопрос второй ступени. я считаю себя уникальной, что я первый человек на планете Земля, которая людям дала свободу. Например, вот тебе на какой-то хочешь найти ответ вопрос. Да что ты спрашиваешь все время? Мы в конце. Мы в конце. тебе нужно потратить много лет, а то ты можешь найти сразу. Больной кнопкой для многих людей является дефицит времени и страх чего-то не успеть. И вот и здесь такой прием мы слышим. Ну, смотрите, конечно, чтобы решить проблему с тем, что вы сами саботируете деньги, ведь если вы бедный человек и вам денег не хватает и времени, значит, у вас есть непроработанные образы, которые необходимы своевременно геокваркнуть и соединившись с квантами, которые наполняют ваш организм, их прорабатывать. Вот. Ну, вы можете сами, конечно, справиться с этой проблемой, только понадобится вам на это может быть лет 12 обычно, ну, в лучшем случае 14. Либо мы можем прямо сейчас, вот уже на втором занятии первой ступени курса это все проработать, и тогда все у вас будет в порядке. Имейте в виду, что сейчас стоимость для запрыгивающих в последний вагон 19,5 тысяч. вот имейте это в виду. Либо можете 14 лет с этим возиться сами, либо можете вот так вот щелчком пальцев решить быстро сейчас. Решать, конечно, вам. Вот такой прием. Расскажу, как работает методика мастера сбора. Wi-Fi. Это Wi-Fi. Это Wi-Fi. Теперь я понимаю, почему ты номер один. Самая основная моя фишка это экспертность. Я не знаю, я этим не занимаюсь. У нас 216 человек команда. Это важный момент, что команда насчитывает более 200 участников к тому, насколько отчаянными должны быть механизмы продаж и внушения в них для того, чтобы позволять команде работать и платить им. Я знаю о случае, когда ты делала разбор на расстоянии. Это касалось ситуации с певицей Максим. Мы работаем на уровне квантовых полей, даже когда человек лежит в коме и его тело не может реагировать и участвовать. То есть, например, ни один психолог, никто не сможет помочь в этом состоянии человеку. Наш метод может в этом помочь. Представьте в этот момент времени, сколько отчаявшихся людей может быть родственники которых находятся в реанимации, допустим, или в коме могут подумать, что это их последняя надежда. Они же помогли Максим выкарабкаться. Но что там врачи? Что там про их вклад и про их подвиг говорить? Это все благодаря им произошло. И он может отправиться уже заложенную квартиру перекладывать, чтобы получить дополнительный кредит, чтобы сказать пожалуйста, вы тоже соединитесь, возьмитесь за руки. Может быть ваша помощь поможет. Надежда насколько она может быть опасной для человека, когда для того, чтобы ухватиться за ее маленькую соломинку, у него может целиком и полностью отключаться критическое восприятие действительности. Представьте, какой ужас происходит здесь. То есть певица находится в коме, врачи борются за ее жизнь и это используют как информационный повод для популярности. Мы с удовольствием сделаем разбор сейчас певицы Максим для того, чтобы она выздоровела, поправилась, вернулась своим деткам к своей семье и к творчеству. Даешь ей позволение на трансформацию? Соединяюсь с кварковыми полями, чтобы почувствовать сквозь пору своей кожи, как шмексится энергия, соединяясь с единством, позволяя мне чувствовать здоровье, утратив всю слабость и соединившись с безграничным космосом. Возьмемся за руки, мои дорогие, и наконец-то начинает все срабатывать, потому что геокварковость квантовой физики никто не отменял. Люди буквально мгновение назад выползли из пещер. Совсем недавно они вглядывались в эти непонятные светящиеся объекты на небе и недоумевали от происходящего. Совсем недавно человек думал, что планета стоит на трех китах. Совсем недавно человек думал и не понимал, с какой-то стати один человек вылезает из живота другого. И почему над упавшим человеком начинают летать мухи? Не было никакого понимания причинно-следственной связи буквально мгновение назад. Люди мгновение назад выползли из пещер. Они даже продолжают расчесывать свои волосы, чистить зубы, гладить одежду и даже иногда парацетамолом сбивать температуру и иногда даже пить активированный уголь, если есть какие-то проблемы с пищеварением. Но это не отменяет то, что пещера в человеке продолжает существовать и сейчас. Вы можете человека извлечь из пещеры, но пещеру из него вы не извлечете. Этот процесс может занимать многие и многие тысячи лет. Здесь тема заключается не в том, плохо ли это хорошо, а тема заключается в том, что такие механизмы, такие слои есть в действительности обывателя. Это человек, которого мы с вами вместе изучаем. Правда? Разве это не чудо? Расскажи, что это было и чем ты ей помогла? Поскольку на моих трансляциях огромное количество человек. Алена, здесь тема такая. Статистически есть вероятность того, что врачи смогут реанимировать певицу Максим, и она сможет восстановиться и выздороветь. В данном случае мы будем говорить косвенно и аккуратно, но, конечно, это не благодаря нам произошло. Хотя, кто может здесь утверждать это на все 100%, мы же не знаем. И таким образом мы сможем это использовать как рычаг дополнительных продаж. У нас команда больше 200 человек, содержать ее надо, ты уж извини. Ну и к тому же, ну ты все понимаешь, да? И статистически, а если не удастся и к великому сожалению Максим отправится в царствие небесное, так сказать, мы как минимум старались, мы как минимум пытались, мы так как минимум пытались таким образом снизить свою тревогу и внести летничать умеете. И вот хейтить токсично в ваших этих интернетиках мы хотя бы пытались, хотя бы старались. Видите, здесь, что бы ни происходило, ее модель позволяет использовать любое событие в свою пользу. Если статистически в силу вероятности что-то в лучшую сторону карты были разыграны, это наша победа. Если не получилось, мы как минимум старались. Зато есть те, у кого получилось. Этим обусловлены я веду трансляцию, мне в комментариях пишут тысячами помогите Максим, помогите Максиму. Она на тот момент была уже очень давно в реанимации. Помочь бесплатно, то есть пожалуйста, не за какой-то пиар. Если это окажет благотворное влияние, если это поможет Максим, то конечно я сделаю разбор. Знаете, мне очень важно вам помочь и поэтому для того, чтобы все было у вас хорошо, я буду держать эту тарелку в правой руке и швырить накапливающийся в ней воздух кварками, чтобы им удалось зашмаксить протекающие у вас заблокированные эмоции и чтобы вы прекратили саботировать деньги и чувствовали себя лучше и наконец соединились с энергией жизни. Не надо меня благодарить пожалуйста, в этом нет ничего такого особенного, я просто не могу этого не делать, потому что поддержать и помочь вам для меня это самое главное и даже если никто не будет об этом знать, я все равно буду это делать, но я бы сейчас этого не говорил, если бы не шла запись конечно. И шесть дней у себя дома я делала в закрытый разбор, что-то мы снимали, но большую часть нет. Видите, я даже ради вас геокварковую тарелку надеваю себе на голову, чтобы соединиться с энергией, которая будет вдыхать вас жизнь, но ничего не обещаю конечно, но думаю, что это сработает, хотя... У меня нет какого-то намерения, мне говорили, а почему не напишете, не покажете. Не исключено, что в действительности ее окружают особо внушаемые люди, которые действительно могут считать, что Максим удалось выздороветь не благодаря великому подвигу выдающихся врачей, а именно потому, что вот спасибо большое Инне, это какой она вклад внесла, почему вы об этом не скажете, это же все благодаря вам. Знаете, вот эта метафора про выползавшего, про человека, который буквально мгновение назад выполз из-за пещеры, она здесь особенно уместна, иногда можно ужаснуться, и представьте, сколько открытий выдающихся ученых, крепких титанов, на плечах которых мы стоим, какая разница, когда есть возможность пошварить и пошмексить геокварковый пузырь воздуха, это же квантовая физика, сами понимаете, и вот мне говорят, а почему ты не скажешь, что она жива, почему ты не скажешь ей, что ты жива благодаря мне, я просто скромный человек, я же не должна как-то вот, как инфоповод мы отыграли эту тему, уже хорошая выгода, ну да, это благодаря нам, я уж не перегибаю палку, я же человек скромный, вот такая вот я, какая она скромная, я тоже хочу быть как она. Чтобы она вам благодарила, ты знаешь, вот делай добро и не жди в ответ. Она знает об этом разборе? Я не знаю. У меня жизнь настолько динамично быстро развивается, кому я здесь помогаю, здесь помогаю, здесь делаю, здесь, например. Почему ты так стремишься в звездную тусовку? Я не стремлюсь в звездную тусовку, я уже там. Это вообще у меня была мечта, подружиться с Филиппом и с Яной Руктутковской, почему? Потому что там бывает, потому что у меня помощники, которые покупают, еду, у меня 15 человек дома работают, и когда у меня есть вопросы, я изучаю научную литературу, науку. Я всегда, я очень много перечитала книг по квантовой механике. Вы видите на экране страницу из книги, название которой подобно «Квантовая механика для чайников», то есть это для чайников, это как изучать эту некоторую квантовую механику, видимо, для специалистов. Ну так вот, важный момент, сложно представить в одной комнате вот такой текст и инну, правда? Словно это взаимоисключающие понятия. Скорее всего, Инна под словами «Я много читала книг по квантовой механике», имеет в виду, может быть, какую-то псевдо-литературу, где соединись со своими мыслями и соединившись с ними, ты сможешь создать изменения, которые позволяют тебе геокварковостью наполнять эти шмексы, достигая нужное количество гиперболоидов. Вот, наверное, что-то из этого. Потому что здесь можно представить, что как только такой текст окажется перед взором Инны, скорее всего, веки сразу закроются, потому что захочется спать. И это нормально. И не использовать в продажах манипулятивные жесткие стратегии. Я высказала свое мнение по поводу манипулятивных техник продаж жестких, да? Ты все снимай, они все порежут, тебе материал никто не даст. Вот ты посмотри мои социальные сети, ну посмотри, я же не показываю гардероб, который стоит 50 миллионов. Ты где-то это видела? Мы не только обучаем самой профессии мастера сборов, тому, как вести Инстаграм, как сделать свои, как сделать так, чтобы у тебя появились заявки, не просто на тебе профессия. Фантастические истории о фантастических преображениях, о рождении детей, больших деньгах и воскрешении мертвецов, это все побочный эффект того, когда людям рассказывают, что необходимо говорить в социальных сетях, чтобы обеспечить себя клиентами. Если вы думаете, что нет таких людей, которые нагло врут, рассказывая о том, как поменялась моя жизнь к лучшему, и вот я стала счастливой или счастливым, вот я зарабатываю баснословные деньги и, наконец, живу жизнью своей мечты, бывает зачастую потребность человека хоть что-нибудь поесть, начинает закрывать собою его здравый рассудок и заставляет его врать и верить в свое вранье, лишь бы хоть кто-нибудь к нему обратился. Это действительно происходит часто. Не в ста случаях из ста я сам был свидетелем того, как человек, чтобы произвести впечатление на мамонта, начинает выдавливать из себя фантастические истории преображений, чтобы хотя бы таким образом привлечь в свою жизнь хоть каких-то клиентов, которые заплатят ему пять тысяч за какой-то разбор, который и его жизнь изменит к лучшему. Да, не полагайтесь на сознательность людей. Зачастую у обывателя граница между явью и сном утрачено. А мы еще, если ты хочешь, кто-то приходит для себя учиться, а кто-то в кризис, знаешь, как бы хочется кушать, ипотеки платить, многих посокращали, работы нет. И такой человек такие истории начнет придумывать, чтобы дорого продавать воздух в тарелке, что держите его семеро. А мы все-таки не только обучили 13 тысяч человек, они оформили самозанятость, открыли ИП. На самом деле, смотри, если ты говоришь про реферальную систему, которая у меня есть, давайте покурим. Куда ты собралась? Вот здесь я покурю рядом. Финансы, я стала видеть, как люди саботируют деньги. Просто я хочу сказать, ребят, вы все реально крутые. Вы реально крутые. Подписывайтесь и поддержите, пожалуйста, меня. Когда необходимые внушения уже были проброшены, можно завершать на позитивной ноте. А вообще, знаете, вы все равно такие классные, такие здоровские, такие любимые, такие хорошие, но посмотрите, какие вы классные, разве это не чудо. Человек может даже находиться перед объективом видеокамеры, общаясь с монитором, и делать вид, как будто он действительно в этот момент что-то чувствует. Уважаемые зрители, я приглашаю вас плавно завершать изучение этого урока. Он был посвящен элементам продаж, особенно, когда вы не просто продаете какую-то тарелку, а воздух в этой тарелке. И необходимо этот воздух в тарелке продавать дорого. И именно поэтому эти элементы косвенных продаж должны быть филигранными, о которых речь шла здесь. Итак, если хотите перестать саботировать деньги, вы знаете, что для этого нужно делать. А вообще, прекрасный, добрый выпуск, сказка, ложь, давний намек, добру молодцу урок. С вами Алиберт Сафин, пишите, что было для вас самым полезным здесь. Я сейчас буду записывать вступительное слово к этому уроку и завершать работу над ним, чувствуя радость от сделанного дела, на страже критического восприятия, происходящего в продажах в том числе. До скорых встреч, мои дорогие. Пока. Что я первый человек на планете Земля, который людям дала свободу. Самая основная моя фишка это экспертность, когда человек, который коммуницирует с тобой.